МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите их этим выпуском. Головная елка в области. Новогоднее свято собрало у Гомельским цирку амаль полторы тысячи детей из усяго региона. У детячий сад, не выходя из дому, сегодня у Гомеля открылась уникальная дошкольная установа адукации. Жахары Светлогорского района скарзятся на неприемный пах у поветры. Те есть небезпека. За отказом наши корреспонденты накировались на целелозно-кордонный комбинат. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал, як поспяховые экономичные выники года на просторы СНД. Такую оценку и он дал на неформальной сустрече керавников Дзержав Садружности 26-го Снежня. Александр Лукашенко констатовал, что товарооборот по междержавами Садружности у 2017-м годе вырос амаль на 25%. Так само амаль на чверть вырос гандали Беларуси с краинами СНД. Значно прибавил у сферы экономики и створенный некальки годов тому Евразийский экономичный союз. Президент Беларуси сказал, что в будущем годе у ЕАЭС будет старшинствовать Российская Федерация. И выказал надею, что и она у этого периода пропануя серьезные инициативы по умоцеванию Союза. А кроме того, заявил Александр Лукашенко, Беларусь выступает за свое часовое створение у ЕАЭС, агульных рынков электроэнергии, газу, нафты и нафтопродуктов. Доброчинное новогоднее свято собрало сегодня у Гомельским цирку детей из всех кутков в области. А 10 самых одоранных отримали у знагороды от старшиней Аблы Конкама у Владимира Дворника. Чароная Каска сустракала детей и дорослых одразу в фойе. Подробязности у наступным сюжете. Глядяши на радостных и у схваляванных детей, верыш, Каска иснуе. Сегодня у ее чароным сюжете удельничали амаль полторы тысячи хлопчиков и девочинок, веселых, шумных, узбудораженных чеканием свята. Тых, кто стал переможцем международных, областных, республиканских творческих конкурсов, и спортивных мероприемствов. На свято запросили детей-инвалидов, сироты, деток с малозабеспеченных, шмадетных и приемных семьях. Тых, кем гонораться и тых, кому готовы да помочь. Я считаю, что меня сюда пригласили за то, что я участвовала в областной олимпиаде по математике и заняла диплом третьей степени. Я горжусь и очень рада, что сюда попала, что меня пригласили сюда. Меня позвали сюда за то, что я рассказала презентацию о Леухине. А кто это такой? Леухин это был такой герой Советского Союза. Я хочу увидеть, что там, надеюсь, что там будут животные. Поздравляю с Новым годом своих друзей, семью, родственников и всей планеты. А пожелать? И пожелаешь, чтобы они жили в мире и гармонии. Я с пятого класса участвовала в олимпиадном движении по немецкому языку. Участвовала также в олимпиаде по предмету как химия. Также я принимаю участие во всеразличных музыкальных соревнованиях, в спортивных соревнованиях принимаю участие. И школьные какие-то организации, мероприятия. Я тоже веду и помогаю в школе заниматься всем этим. Подчас своего выступления Владимир Дворник выразил удерженность усим наставникам и батькам, чие плен и клопот приносят такие выники. Все лето дети Гомельщины привезли с республиканских конкурсов и фестивалей к лет трех тысяч дипломов. За каждым достигнением великая праца, ознагородженная радостью пирамоги. Для меня очень важно поблагодарить сегодня и дать возможность, чтобы наши дети развивались дальше. Ну и, конечно, органы власти всегда так было, есть и будет, когда мы все делаем для того, чтобы дать возможность, чтобы все дети развивались в одинаковых условиях. И особую заботу проявляем для тех детей, которые сегодня остались без попечения родителей. Поэтому мы стараемся тоже выехать все возможности органов власти выехать к детям, поздравить, вручить подарки и создать такие хорошие семейные условия в эти праздничные дни. После шаронного спектакля, который перенес детей и дорослых в перед новогоднюю казку, началось цирковое представление с живелами, убачить каких-то кмару Микита Хортау и филигранным мастерством кожного артиста. Потому что самое доброе, что можно подарить детям, это застанется с ними на все жизнь счастливое и полное ярких уражений и светлых вспоминок детинства. Марина Джалая, Валерия Хапанько, телерадоакомпания «Гомель». И еще один подарунок для детей. У «Гомель» сегодня урочисто открыли первый в Украине детячий сад у шмат поверховцы. Проекты закликаны вырошить проблему с недохопом дошкольных установ у районах Новобудовляу. Идея экономично выгодная. Яна, выкликая выдатки на будовництво коммуникации и одночасово вырошая проблему кроковой доступности установ дошкольной адукации. Садок различный на 60 мест. Будут працевать три группы по 20 детей у кожной. Тут есть сегодня входная. Столовая, спальные покои, залы для гимнастики и занятка музыкой. Побач веранды для гульняв. Рух транспорта по периметру детячего саду выключены. Батьки и дети оценили ноу-хау, а городские улады зарабили анонс новых подобных проектов. Это, безусловно, наши микрорайоны новостройки, где эта проблема наиболее остро стоит. Следующий, я думаю, будет 104, 94, 96, 59 микрорайоны, там, где сегодня ведется жилищное строительство города. Подробный сюжет глядите в наступном выпуске «Новинау». Один из самых масштабных инвестиционных проектов региона – обудовництво Светлогорского целелозно-кордонного комбината вышел на финишную промою. Прикладно месяц тому начались пусконаладочные работы. Одночасово от Жихару ближайшие везки Якимова-Слобода стали поступать скарги на неприемный пах у поветры. По их словах, виной усяму выкиды нового предприемства. Некоторые люди упевнены, что газ невыдомого химичного склада погрожает их здоровью. Наши корреспонденты отправились на предприемство, как доведаться те есть подставы для опасения. Круг за кругом уникальный для Беларуси объект идет до полномасштабного запуску. Пакуль же ведутся пусконаладочные работы, в творче процесс ажитявляется неуполную моц. С конвейерной линии сошла только первая тысяча тонн продукции. Одночасово с початком ее выпуска у неба над комбинатом стали подниматься клубы невядомого дыму, а разом с ним Новоколин напомнил зъедливый неприемный пах. Тебя спеш на гэта для мясовых Жихару. За отказом на гэтае пытанье накероваемся на предприемство. Люди воспринимают те испарения, которые здесь есть, за выбросы каких-то дурнопахнущих газов. Это по большому счету не так. Вот то, что мы видим, там парит, вот здесь парит. Это в большей части и есть пар. Пар водяной. Потому что вот если с этой стороны, там у нас стоит приспар. А процесс сушки целлюлозы, он и происходит в результате испарения воды из целлюлозной массы. И это на самом деле вода. Покули дуть пусконаладочные работы, проверяется справность кожной системы и кожной линии по особку. Покули не проверить усе, целиком завод не запустить. Процесс зойме ясчекаля двух тыднев. И вельми важное звено цикла, содорегенерационный котел, призначенный для полных оспаливания специфичных выкидов завода, будет запущено только по завершине этапа проверки. Настоящий содорегенерационный котел, он предназначен для того, чтобы мы все эти дурнопахнущие вещества сожгли в нем до нейтрального состояния. И этих вопросов, как-то, сняли с повестки дня. Выходит, холодный агрегат, який отказывает за свежесть по ветру, не працуе. Однако вытворчасть частково запустили. Сдавалось бы, у этом и крыется причина неприемных водоров. А коли пахнет, значит, это небеспечто. Логика простая, однако экологи и специалисты санитарной службы только ее не доверяют. Свой контроль за працей завода яны ведут что день при допомозе специальных и лабораторных обсталявания. На данный момент контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе осуществляется лабораторией Зонального центра гигиен-эмпидемиологии города Светлогорска. И превышение по ДК, по загрязняющим веществам, по которым они аккредитованы проводить замеры, не было зафиксировано. Ежедневно производится отбор проб на качество состояния атмосферного воздуха в городе Светлогорск. По результатам наблюдения состояние воздуха находится в удовлетворительном состоянии, показатели не превышают установленных нормативов и обстановка находится под контролем. Это центральный пульт кирования, усе по опошним слове техники. За компьютерами замежные специалисты ведущих компаний свету. Белорусские проймают в опыт, проходят навучание. По оценке эколога, система контроля за нормами с усветного узровня. Похвалиться такое могут навыть не усе европейские предприемства. И у Светлогорска узровень докладности максимальный. По сутностях, это онлайн-система, якая проводит мониторинг, что секундно. Усяго на предприемстве 12 газоочищальных установок, яны працуют на усех этапах вытворчего процессу, где махчимы вылучению атмосферы небеспечных газов. Практично весь вытворчий процесс автоматизованный, вероходность помылки минимальная. Хочу заверить всех жителей в том, что все вопросы экологической безопасности в проекте предусмотрены. Нашими техническими специалистами на стадии разработки, обоснования инвестирования были изучены лучшие доступные технологии в мире по производству данного вида продукции и по данной технологии. Те стандарты европейские, мировые, они на сегодняшний день еще слабее, чем белорусские. Белорусское законодательство в части экологии более жесткое. И все шаму, при выконании усех санитарных норм, мясовые жахары скарзятся на неприемный пах. Оказывается, справа у тым, что человек, сдольный успромать пах, навод кали у поветры, знаходится одна тысячная миллиграмма химичного речева. А гэта у тысячу разов менее граничные допущальные нормы. Тым не меньш хай и не шкодны, а леусю ж неприемный пах, по словах керавництва завода, часовая неозручность. У ближайшие два тыдни пусконаладочные работы на комбинате будут завершены. А значит, сердце завода, якое отказывая за свежесть по ветру, забьется у полную моц. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель», Светлогорский район. До зимы готовая. Организацию обеспеки дорожного руха в регионе обмерковали на черговом посаджении специальные комиссии при Гомельском облывыконкаме. Проставники улады, супрационники дорожных службов, жилево-коммунальные господарки и державтоинспекции обмерковали стан дорог и их утримание у зимовый период. На двор я селетней зимой покуль не ставила перед усими отказными службами складанных задач. С западками справлялись у штатном режиме. Так что проблем с рухом транспорту по дорогах не было. Недохопы есть, их так само ликвидуют у рабочем режиме. Вопросов, касающихся проезжаемости транспорта на зимовом области, не зафиксировано. Дорожные службы, когда были тяжелые условия дорожного движения, это резкое выпадение снега, они все справились. Так само на посяджение обмерковали планы на 2018 год по удосконалению дорожной сетки региона и повышении безопасности. В приоритете – звести до минимума пересечения транспортных и пешеходных потоков. Профильный военно-патриотичный лагерь «Я-Патриот» объединял 25 школьников, которые подчас зимовых каникулы будут наведывать воинские части, музеи и спортивные объекты. Лагерь организованный при Гомельском городском межшкольном центре до призывной подрыхтовки. У первый день работы его удельники наведали областный музей военной славы, далее у программы – экскурсия у войсковую часть 55-25 и прогулка на конях у областном центре Олимпийского резерва. Подлетки знакомятся с экспозиции музея военно-гисторичной реконструкции «Память», встречаются с ветеранами Великой Чинной войны и представниками клуба «Пошук». Разом с тем, подчас распроцовки программы уличывался той факт, что переважная большаясть подлетков знаходится на разных видах профилактического аулику. В связи с этим запланованы встречи с медиками, представниками силовых структур и православной церкви. Подводить выники работы лагеря будут за делом администрации школ, и когда подлетков не будет никаких зауваг, их могут снять как минимум с внутришкольного профилактического аулику. На этих зимних каникулах у нас 25 учащихся из города Гомеля. Они представляют 41-ю школу Белецкого района, 39-ю школу Советского района, 26-ю Центрального района и 12-ю школу Железнодорожного района. У нас будут встречи с наркологом, встречи с день открытых дверей в управлении внутренних дел Железнодорожного района. Все для того, чтобы ребята на каникулы были заняты и родители не переживали. На передании Нового года шмат якие магазины Гомеля протягнули час работы минимум на годину. Зато и первого студента частка гандлевых объектов открыться на годину-два позднее, чем звычайно. Некоторые магазины, основанным тем, что продаются не харчовые товары, первого студента будут закрыты. Это отыщится в первую чергу буйных гандлевых центров и рынков. А кроме того, для некоторых категорий грамадзян, ветеранов, пенсионеров, шмадзетных семьях, у шмат яких гандлевых объектах продугледжены скидки. Больш подробязная информация размещена на сайте Гарвы Канкама на сторонце с устракаем Новый год разом. Гэты, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры спортивный агляд. З новинным спорту вас познайомить мой коллега Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова